Ребятки, всем привет! У нас с Сёмкой 8 утра. Мы сегодня давно уже проснулись, в 6 где-то. И я себе сегодня плохо чувствую, прям ужасно я проснулась. Меня с утра тошнило, потом у меня болела голова, и до сих пор болит. Потом состоялась встреча с белым другом, и сейчас меня опять тошнит. У меня из-за тошноты заболела голова, хотя до этого, ой, я вообще не страдала головными болями за время беременности этой. Первый раз это. У меня прям всё не очень хорошо. Ой, надеюсь, что это пройдёт, но надо по идее поесть, чтобы не тошнило. Я не могу ничего есть, короче. Сегодня я себя чувствую не очень. Малышочек решил, что маме нужно немножечко построгать. Серёжа у нас уже, наверное, на рыбалке, ему даже не писала. Ну, наверняка. Мы уже уехали с самого утра. Сейчас немножечко полежу, блин, придётся вставать, потому что... Ой, Сёмка играть. Пока он смотрит мультики, я полежу. Всем хорошего дня и не болей. Сёма так миленько играет с собачкой. Сёма, покажи, как ты обнимал собачку. Сёма, включи. Как ты обнимал собачку? Покажи. Ну-ка обними собачку. О, Дюмой, миленький. Понравилась тебе собака? Мама. Да? А носик потрогай. Мама. Как она там? Мама. Мама. Сам включает, выключает, приносит. Её сначала, она ему не очень нравилась. Это мои родители на день рождения подарили. Сейчас он прям её часто включает, играет с ней сам. Молодец. О, ты мой, лапочка. Ты хороший мальчик. Мама. Да, обнимаешь? Ой, за хвостик-то ей больно, наверное. Да хвостик съел у собаки. Да. У-у-у, ну ты хулиган. Что? Ой, ой, кто-то маму захотел пообнимать. Да. Маму захотел пообнимать. У меня, кстати, что-то голова так и не проходит. Хотя я, да, всё-таки решила выпить парацетамол, но он особо не помог. И мама обнимает. Молодец. Вот. И это печально, потому что не очень хочется мне ложиться спать, но, наверное, всё-таки придётся лечь с Сёмкой. Это дневной сон, немножко поспать может пройдёт. Но, скорее всего, это из-за вчерашних эмоций всё-таки эмоциональный день был. Мам. Что ты кушаешь? Ку-ку. Хвостик? Ку-ку. Короче, сегодня я чуть-чуть токсикозная женщина, сына. Ка-ка. Да. Надо пылесос запустить. Ка-ка. Да. Ку-ка. Грязно у нас с тобой дома сегодня. Прошло много времени, сейчас уже пятый час. Сёмка проснулся, я с ним тоже поспала, потому что голова у меня не проходила, несмотря на то, что я таблетку выпила. В итоге поспала, проснулась всё равно, какая-то сейчас же в голове была. Потом я выпила кофе растворимый. И вроде сейчас нормально, старше собираемся на улицу. Сём, иди сюда. Сём, мы там один на кровати. Сём, пойди. Всё, мы пойдём одеваться. Слазь аккуратней. Вот, сейчас пойдём погуляем. Нужно на Валберис зайти. Куда нам ещё в магазин нужно будет зайти? Мусорные листы. Короче, надеюсь, свежий воздух мне поможет. Погодка у нас сейчас 10 градусов. Надеюсь, что мы не замёрзнем. А на четверг? Ну, нет, не на четверг, а на вторник, представляете, обещают 20. Это классно. Прибежал. Давай одеваться, носочки. Давай одевай. Короче, мы идём, прогуляемся. Да? И всё. Пошли одеваться. Мы нагулялись, пришли домой. Сейчас покажу вам покупочки. Яблоки взяла. Взяла в этом пакете, потому что свои забыла положить. Бурлова маленький рюкзак. Там не было моих пакетиков фруктовок. Взяла ещё вот такие вот хлопья. Это я себе морс тоже себе взяла. Печеньки юбилейные. Взяла шоколадку. Так, здесь Тёма. Биолак там ещё есть. Взяла шампиньоны. Хочу сделать сейчас пасту. Там со сливками, шампиньонами и этой. Курочка взяла. Курицу. Наконец-то нашла более-менее нормальную, потому что все там, знаете, 17-го были. У нас магазин, видимо, не такой. Не всё раскупают и очень долго лежит продукция. Короче, вот я нашла 20-го, хотя сегодня 22-го. Но думаю, ничего страшного. Сейчас будем делать. Дела Сёмки печеньки вот такие. И здесь палочки. Ну и тут, конечно же, куда без вкусняшек для Сёмы. Это сливки взяла. Тоже биолак Сёмки. Себе взяла вот этот Актимель. Не знаю, что-то мне так захотелось. Я помню, раньше бабушка их всегда покупала, когда ещё в школе училась. Вот я сейчас тоже решила взять. Ну и тут ещё сливки. И моя банковская карта. И Сёмки на пюрешки. Вроде всё. Я готовила кушать. Сейчас Сёма меня отправил в комнату, а сам убежал. У нас пришёл Серёжа с рыбалки без рыбы. Да, мой муж приходит с рыбалки без рыбы, потому что я ему сразу к Зане, когда мне в жизни её не приноси, потому что я странно отношусь к рыбе, которая где-то там плавала. Папа. Папа? Папа покушал? Вот. И я не хочу с ней иметь дело, собственно говоря. Я приготовила покушать. Что там? Палочка! Как ты туда засунул? Ой. Ой, палочку себе засунул в этот. Съем? Да. Молодец. Ты залазить или слазить? Мамин наушник, ё-моё сына. Я приготовила кушать, и мне опять стало очень-не очень хорошо. Не знаю, сегодня, видимо, такой день, потому что как-то неделю вроде я нормально справлялась, а тут мне опять плохо. Я вообще пришла вам показать посылочки, которые мы получили с Валберсом. Никуда, пожалуйста, не кинь мой наушник. Ты сам себе одеваешь. Ну, ладно, там всё равно. Всё, мама. Одевай, маме. Ты будешь мне в ушко одевать? Ну, одевай. Я забрала масло кокосовое. Вот такое. Раньше оно продавалось в фикс-прайсе, стоило что-то 100 рублей. Сейчас только на... Ты поцеловал меня? Ммм, ты мой сладкий. Ну, что за любовь проснулась резко опять? Маму любишь? Маму тебе тоже надо. Мама. Только волосики, пожалуйста, ты не держись за них, ладно? Это ж тебе не держалка. С Сёмой пользовалась таким же. Вот, ну, сейчас оно как-то пропало, нигде его не было найти. Вот, сейчас заказала. И я заказала себе краску. Ну, точнее, не краску, а просто пигмент. Он потом смоется фиолетовый. Кто давно смотрел, возможно, помните, что когда Сёма, отпусти, когда я была беременна, Сёма, я тоже пару раз красилась такими штуками. Мне как-то захотелось. Я такая посмотрела, что Серёжа, сестра, смотрю, она тоже покрасилась, такая спросила, чем она красилась, тоже решила, что хочется... Ай, чуть-чуть по-другому выглядеть. Я вообще давно хотела краской. Но что-то мне так не хотелось именно краской пользоваться, потому что она потом никогда не смоется. Ну, смоется, точнее, но очень долго. Вот это недели две, наверное, подержится. Я купила две, потому что не знаю, сколько на мои волосы нужно, но я буду сама делать. Надеюсь, что будет нормально. Не знаю, когда пока что. Возможно, завтра. Сёма, ну, ты вообще не стесняешься, да? Мама тебе не мешает. Ку-ку. Яйцо. Машинка там была, да? Машинка в яйце. Сейчас... У нас моет посудомойка. Ой! Что там? Ку-ку. Открыть. Открыть. Машинка была в яйце, да? Осторожней, пожалуйста. Ой, сладёнок маленький. Я так-то легла уже спать, но время ещё рано, и мне нужно поесть. Но не могу себя заставить, честно, потому что как-то нехорошо стало. Скажи, открой! Открой. Открой. Ку-ку. Ку-ка. Яйцо. Да. Скажи, яйцо. Да. Что, да? Яйцо. Ой! 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 Что ты сделал? Сейчас Мука спит. Я пришла в ванну. Простите, пошёл. Я пришла в ванну для того, чтобы помазать пузико, потому что это очень к вечеру хорошо проявляется. Видимо, вечером начинает живот расти. Так надо растопить это масло. Кстати, наверняка многие знают, кокосовое масло, оно идёт твёрдое. Вот, и оно от температуры тела, по идее, там 37 градусов, оно начинает таять. И в комментариях читала, что типа, что вы мне прислали, почему оно такое твёрдое, поэтому если вдруг вы будете заказывать, это единственное, что мне нравится, как ваше. То не пугайтесь. У меня мало вещей, которые нравятся, которые имеют запах. Но кокосовое масло мне нравится. А, прям вспомнила. Два года назад, как мазала. Нет, больше. Да, как мазала пузико с Семёным. Сейчас буду тоже мазать, только надо его немножечко растопить под воду поставлю. Сейчас ещё нужно будет поесть, потому что я хотя уже поела немножечко, ну, совсем чуть-чуть, потому что боялась повторения утра. И вроде как мне стало нормально. Голова полностью к вечеру прошла. Вот я приготовила покушать, там ещё немножечко такое напряжение было. Но сейчас всё хорошо. И я сейчас покушаю, да, на ночь, но никак иначе не могу, потому что утром я просыпаюсь немножечко голодная, да, если с вечера ничего не покушаю. И тогда получается, что у меня начинает тошнить от голода. И, возможно, что сегодня то же самое было, потому что вчера я ничего не ела, а выпила только чай. Вот, посмотрим, поэкспериментируем немножечко. Сейчас мажу живот, иду кушать, иду ложиться спать. Поэтому прощаюсь с вами. Увидимся завтра. Всех люблю, целую. И всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok